Все такое. Мне тут скинули какое-то видео про ужасную версию паука. Всем привет. Сегодня я расскажу про какого-то сальпуга, блять. Об одном очень интересном и необычном существе. Его тело похоже на огромного мохнатого муравья с длинными ногами. У него множество имен. Бихорка, фаланга, солнечный паук, верблюжий паук. И это еще не все. Существо более известно под названием сальпуга, что в переводе с латинского означает «убегающий от солнца». Вы на канале Знай ТВ. Усаживайтесь поудобней. Сальпуга не паук, да? Ну окей. Начинаем. Точным-то сальпуги это не пауки, а животные из класса паукообразных, образующие свой отряд. Нихуя себе. И насчитывается в нем около тысячи видов. Сказать, что сальпуги не очень приятно на вид, это ничего не сказать. Это крупное существо. Блять, у него вот эта часть похожа на легковыбритую вагину, которая движется и пожирается. В принципе, прям один в один. Сягающие размеры в 5-7 сантиметров. Все тело усеяно длинными чувствительными волосками, которые улавливают малейшие колебания воздуха, исходящие от потенциальной добычи. На задних ногах расположены необычные органы слуха, напоминающие присоски. Они прижимаются к земле и работают как миниатюрные уши. Все как обычно, что пояснять. Ставливая даже самые слабые колебания. Впереди находятся педипальпы или щупальца, которые выполняют функцию конечностей. С их помощью сальпуга и обороняется, и охотится. Устроены они очень необычно. На своем конце у каждой педипальпы имеется орган. Да ебать у него пасть. Что это? Это орган. Не половой. Это... Блять. Я не знаю, что это. Но это не то, о чем вы подумали. Который как пылесос использует вакуум. Это пылесос, лол. Они чем больше его показывают, тем больше он похож на письку. Лечебные чары. Чтобы поймать и удержать жертву. А, да, это его липучка, рука. Если они дотронулись до добычи, то спасения уже нет. Пиздец. Это очень эффективный способ охоты. Дополняют образ идеального охотника огромные хелицеры, которые к тому же имеют свои зубы. Из всех паукообразных сальпуги обладают самыми крепкими и упругими хелицерами, способными прокусить человеческий ноготь. Благодаря этому сальпуги могут нападать даже на таких опасных хищников, как скорбионы. А уж более мелких жуков и тараканов они щелкают, как чипсы. Скорпион ветра. Еще одно название, которое существо получило за свою скорость. А разгоняются они до 16 км в час. Нихуя! Кроме того, сальпуги прыгают вверх на высоту 30 см и более. Нихуя! Это очень подвижные ночные хищники, которые обычно едят термитов, кузнечиков и жуков, но могут съесть и более крупную добычу, например, ящерицу или даже птицу. Днем сальпуги обычно прячутся от солнца в норах, а ночью уползают на охоту. Они всегда очень голодные и никогда не упускают возможности поесть. Яда у сальпук нет, но их укус может быть довольно болезненным. На челюстях животного всегда остаются гниющие остатки пищи, которые при укусе вызывают воспаление или жжение. Ебать, блядь! По поводу ядовитости сальпук существует множество всяких легенд. Долгое время люди считали ее ужасно ядовитой и очень опасной для человека. Встречая врага, а для сальпуги... Новый поколение пауков? Нет, даже не паук, ребят. И все вокруг враги. Она встает в угрожающую позу, приподнимает переднюю часть тела и направляет хелицер, готовясь к атаке. Нет, с ней может справиться, только медоедчат. Человека сальпуга не боится совершенно и может заползти в палатку на свет фонарика. Поэтому на ночь палатку советую всегда закрывать. Давайте посмотрим, какова сальпуга в деле. И начнем мы со схватки с ее ближайшими родственниками, с пауками. Ебать, тут еще и баталии будут. Первая схватка между маленькой сальпугой и пауком-волком, почти одинаковыми по размеру. Паук-волк пытается убежать, но сальпуга догоняет его и вонзает свои хелицеры в тело добычи. Короткая битва окончена. Пиздец. Сальпуги всегда очень активны в битвах и их соперникам приходится нелегко. Посмотрите на эти схватки сальпуги с пауками. Блядь, а на больше раз 10 нахуй. Большинство пауков этих. Пиздец. А тут паук сам напал, что-то. Погугли размер сальпук. Я там видел, они могут быть размером около головы человека, не той... Нет, сказали, до какого размера она может быть. На аукционе вы не верите. Но эти маленькие. Чего тут смотреть-то? Сальпуга просто срывает ее с паутины и прокосывает брюшко. Здесь однозначно нет соперников для этого существа. Пиздец, блядь. Бля, нихуясь, там кишки полислить. Фу, нахуй. Что, муравей? Сальпуги настолько быстры и агрессивны, что могут перебить даже небольшой муравейник. На видео сальпуга лезет в нору, из которой достает огромных муравьев и складывает их рядом. Причем это не единичный случай. Ебать, она охуевши умная. Вы видите, что она делает? Я так и не понял, что это за муравьи, у которых один выход из муравейника, и почему они такие вялые. Ведь обычно, когда муравьев много, никто им не может противостоять. Непонятно остается и то, почему сальпуга не ест их сразу. Но факт остается фактом, и здесь тоже побеждает сальпуга. Бля, ебанутая хуйня. Да, геноцид муравьев, ребят. А здесь сальпуга вступила в схватку с огромным богомолом, который тоже является опасным хищником и скоро будет у нас на канале. Бля, мне кажется, богомолу пизда все равно. Видео очень старое, поэтому прошу прощения за качество. Завязывается битва, в которой не сразу понятно, кто победит. Но и здесь сальпуга схватила богомолу своими мощными челюстями и уже не собирается его отпускать. Богомол отчаянно сопротивляется, но даже при большем размере ничего не может сделать. Бой снова за сальпугой. Бля, сальпуги хоть кто-то пизды-то может дать? Сальпуги не боятся даже таких опасных хищников, как скорпионы, и легко нападают на них. Правда, здесь застать скорпиона врасплох у нее не получилось, и сальпуга решила поискать себе более легкую добычу. А, нихуя скорпион, она с скорпионом, видите, связывается. Так, осторожненько, осторожненько. Про скорпиона, кстати, уже есть ролик на канале. Ссылочку, как всегда, оставлю вот здесь. Когда дело доходит до битвы, сальпуга пытается Да, известно, Игнес-1. Сосплатить скорпиона за хвост, чтобы лишить возможности атаковать. Если у нее это получается сделать, то с очень большой вероятностью она победит. Здесь сальпуга нашла себе отличное укрытие, из которого удобно нападать. И когда мимо проходил скорпион, она была готова к атаке. Крыса ебаная. Короткая схватка, и сальпуга уже поедает свою добычу. А вот еще одна схватка, в которой скорпион тут же бросается в атаку. Но сальпуга вцепилась мощными желаниями в хвост скорпиона, не давая себя ужалить. После недолгой борьбы у скорпиона не остается сил, и сальпуга легко расправляется с ним. Бля, ну против птицы-то, лол! Ясен хуизи! Большие сальпуги могут нападать даже на птиц. Здесь она атаковала небольшую птичку, напоминающую воробья. Ну да, а что она сделает, блядь? Сальпуга вцепилась в крыло, и птица не может взлететь. Она обречена. Но иногда сальпуги сами могут стать птичьим обедом. Хотя сальпуга сильно меньше птица, она не думает сдаваться или убегать, а поднимает передние лапы и даже нападает на врага. Но птицу этим не напугать, она видит потенциальный обед и атакует клювом. Несколько таких ударов, и паук уже не так активен, как в начале. После недолгой битвы птичка хватает сальпугу и улетает с ней. Бля, ну изи, хотя бы, бля, хотя бы ёбаный воробей победил сальпуга, а? Бля, переживал за воробья больше, чем за свои отношения. А здесь в сватке сошлись огромный сверчок и сальпуга. Сальпуга в два раза меньше оппонента, но её это не останавливает. Битва начинается сразу. Сальпуга пытается укусить сверчка, но сделать это не получается. Сверчок действует, как настоящий боец. Он расставляет задние лапы широко в стороны и хватает сальпугу двумя передними парами лап. Его челюсти – очень мощное оружие, не оставляющее пауку шансов. Победил сверчок. Мы видели, Алекс. Уже подобные видели. Сальпуги не терпят соседей на своей территории и зачастую вступают в схватку друг с другом. Такая битва может заканчиваться смертью одной из них. Многое здесь зависит от того, кто же сумеет удачнее ухватиться. Как видите, сальпуга хоть и не ядовитая, но очень опасное существо, у которого почти нет врагов. Если вам понравилось видео... Бля, какая же тварь стрёмная, да? Это сальпуга. Просто пиздец. Ух, ебать, чат. Че-то она ебать стрёмная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова